Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко. Сегодня мне хотелось бы ответить на недоуменные вопросы о том, в чем не права Марфа, в чем ее упрекает Господь. Речь идет об эпизоде, который рассказывает евангелист Лука в 10 главе. В конце этой главе рассказывается о том, как Господь Иисус останавливается у своих друзей в одном селении, и традиционно мы думаем, что это та же самая семья из Вифании, которая состоит из Лазаря и его сестер Марфы и Марии. Эта евангелие всегда читается на богородичные праздники, и тоже это вызывает недоумение, потому что там действительно речь идет о Марии, но эта Мария из Вифании ничего общего, на первый взгляд, не имеет с Божьей Матерью. Итак, образ Марфы, который вызывает очень часто недоумение. Вифания стала нарицательным обозначением того места, где человек обретает покой, домашний уют, где ты можешь отдохнуть в гостях у своих друзей, может быть лучше, чем у себя дома. И в Евангелии указывается, что Господь любил бывать в этих местах, Он любил своих друзей. Тем самым мы видим, что в Евангелии есть не только церковь воинствующая, церковь апостолов, миссионеров, мучеников, но тоже есть церковь людей, сообщество друзей, которые оказывают гостеприимство, и Господу это очень дорого и важно. И вот Он оказывается у них в гостях, и в этот момент Марфа начинает готовить угощение. А Мария в это время сидит у ног Иисуса. Здесь очень важно понимать, что само это выражение «сидеть у ног Иисуса» обозначает не совсем то, к чему мы привыкли. Мы, конечно, себе представляем бытовую сцену. Одна из сестер готовит на стол, собирает угощение, другая в это время занимает гостя, она сидит у его ног. Но это выражение в Евангелии всегда имеет конкретное значение, это означает быть учеником. Учитель это тот, кто наставляет, и обычно в окружении учеников он сидит немножко на возвышении, все другие сидят у его ног. Поэтому сидеть у ног кого-то, это означает быть учеником. Это очень конкретное значение, и чаще всего имеется в виду для того, чтобы изучать Священное Писание, изучать Тору. И здесь мы понимаем, что эта семья очень необычная, потому что вообще в традиционном иудаизме женщина не имеет права и не имеет такой привилегии изучать Священное Писание. Это удел мужчин. Какой-то раввин может учить Торе, Священному Писанию, свою жену или свою дочь у себя дома, но ни в коем случае это нельзя делать с посторонними людьми. Это вызывает большие подозрения и нарекания со стороны окружающих. Поэтому Мария, которая сидит у ног у Иисуса, в данном случае это образ ученицы, женщины, которая имеет доступ к Священному Писанию и испытывает эту жажду слова. И тогда Марфа, которая хлопочет о трапезе, она приобретает немножко другое звучание. И в какой-то момент Марфа прерывает беседу учителя с ученицей и упрекает. «Господи, Тебе нет никакого дела до того, что Мария меня одну оставила накрывать на стол, скажи ей, пусть она идет и поможет мне». И здесь Господь говорит «Марфа, Марфа». Он дважды повторяет имя ее сестры для того, чтобы та пришла в себя. Видимо, Марфа была очень расстроена и очень рассержена это. И в чем же проблема? В славянском тексте говорится «Ты печешься и молвишься о многом». Это образ человека, который охвачен какой-то заботой, тревогой, суетными попечениями настолько, что он теряет из виду реальность. И может быть ключевое сравнение, которое здесь имеет смысл подчеркнуть. «Ты заботишься, печешься, суетишься, тревожишься о многом, но только лишь одно единое есть на потребу». И тогда мы понимаем, почему очень часто в Евангелии Господь говорит нам и своим ученикам «Не заботьтесь, не тревожьтесь». Для того, чтобы забота о насущном хлебе, о том, что надеть на себя, как прожить завтрашний день, чтобы эти заботы не заслоняли от вас самой жизни. Поэтому образ Марфы здесь – это не просто образ активного служения. Это образ именно той заботы и суеты, которая превращается в некий ажиотаж. Такое необычное слово, но этимологически оно очень точно указывает на проблему. Одно дело – действие, другое дело – активизм, который, когда человек агитирует, действует, совершает очень много ненужных движений, и тем самым самое главное – теряет из виду. Итак, вот в чем проблема с Марфой? Очень часто этот эпизод толкует как противопоставление активной жизни, деятельной жизни и созерцательной, молитвенной жизни. Но в Евангелии этого нет. Наоборот, Господь подчеркивает, что и то, и другое являются двумя сторонами одной медали. Одно без другого невозможно. Невозможно быть активным, преуспевающим политиком, бизнесменом, если ты не оставляешь времени для молитвы, если где-то в глубине твоего действия нет самого главного – созерцания, устремленности к Богу. И наоборот, если твое созерцание становится просто таким праздным времяпрепровождением, оно тоже никуда не ведет. И это главный урок, который нам преподносит Господь, оказавшись в гостях у Марфы и Марии, потому что в тот момент, когда мы погружаемся в молитву, созерцание, углубленное чтение Священного Писания, «Остаться наедине с Господом, быть у Его ног», в какой-то момент Он нам скажет «А теперь действуй». Точно так же, как наше богослужение, литургия завершается призывом с миром и зыдем, имеется в виду, что теперь выходим на миссию и несем в мир для того, чтобы действенным служением принести плоды. Одно другое не мешает. Но лучшее, единое на потребу, благая часть, которая избирает Мария, это всегда иметь взор, устремленный ко Христу. На портале Экзегиатру с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин